Что происходит после банкротства физического лица в 2021 году? Диванным критикам и иным гражданам, которые задаются вопросом, какая цель банкротства, я хочу разъяснить. Как-то на днях обращается клиент и уточняет, можно ли продать долю свою, чтобы купить иное жилье, в процедуре банкротства. Что происходит после банкротства физического лица в 2021 году? Вся правда от арбитражного управляющего. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, эксперт банкротства физических лиц, очень много завершенных дел по всей России, также обучаю юристов. Очень много заблуждений касаемо того, что ждет гражданина после банкротства. В этом видео я расскажу вам всю правду, что будет ждать гражданина, если он будет подавать на свое банкротство. И если вам понравится, поставьте лайк. Начну с позитивного. Что ждет гражданина после завершения процедуры банкротства? Предположим, идет процедура в отношении вас. Процедура банкротства завершается, и вы полностью освобождаетесь от всех имеющихся долгов. Списание долгов будет подтверждаться определением арбитражного суда. Кстати, хочу напомнить, что банкротство это единственный законный способ списать все имеющиеся долги в прогнозируемый срок и под ноль. И что самое важное, после банкротства долги и обязательства, кредиты, займы или еще какие-то задолженности платить не нужно будет. Не слушайте эту ерунду, не слушайте диванных критиков, которые утверждают, что после банкротства вам нужно платить кредиты или иные какие-то обязательства. Нет, после завершения процедуры вы полностью освобождаетесь от всех имеющихся долгов. На основании пункта 3 статьи 213.28 закона о банкротстве. Диванным критикам и иным гражданам, которые задаются вопросом, какая цель банкротства, я хочу разъяснить. Цель потребительского банкротства это фреш-старт для гражданина, это возможность обнулиться и начать заново выстраивать экономические отношения. И хочу заметить, что этот подход развит в большинстве стран. Второй положительный момент. После завершения процедуры банкротства вы можете открывать счета, вклады, пользоваться картами без каких-либо ограничений, арестов, списаний и удержаний. После завершения процедуры банкротства, как только у вас возникнет потребность открыть счет или разблокировать карту, вы идете в банк с определением арбитражного суда о завершении процедуры, и банк в течение нескольких дней разблокирует все счета, или же вы без проблем откроете новый счет, оформите новую карту. У меня сотни граждан, в отношении которых завершена процедура банкротства, которые освободились от всех имеющихся долгов, и ни у кого не было проблем с открытием счета, с оформлением карты. Здесь самое важное, что после завершения банкротства вам не нужно будет бояться приставов, судов, удержаний и вообще каких-либо арестов ваших доходов и иных средств. Третий положительный момент. После завершения процедуры банкротства нет запретов на оформление имущества или на продажу какого-либо имущества. После завершения банкротства вы можете покупать квартиру, вы можете покупать автомобиль, также вы можете продавать квартиру, предположим, единственное жилье. Никаких ограничений и запретов на это не будет. Как-то на днях обращается клиент и уточняет, можно ли продать долю свою, чтобы купить иное жилье, в процедуре банкротства. А в отношении нее уже идет процедура реализации имущества. Конечно, нет. В процедуре никаких сделок и продаж не осуществляем. После завершения процедуры банкротства никаких запретов нет. Пожалуйста, она смело может продать свою долю и купить иное жилье. Четвертый положительный момент. После завершения процедуры банкротства закон не запрещает брать кредиты или займы. В общем, повторно обременить себя теми или иными обязательствами. Единственное, что вы обязаны будете указывать, так вас обязывает делать закон, статья 213.30 закона о банкротстве, что вы проходили процедуру банкротства. Это вы указываете при оформлении анкеты, когда захотите брать кредит или займ. Многие сомневаются, граждане, что вообще им нужно будет брать кредит или займ после банкротства. Однако не нужно зарекаться. У меня есть клиент, в отношении которого завершена процедура банкротства успешно. Исписаны все имеющиеся долги. Он занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей. Я обслуживала у него автомобиль свой. И как-то мы с ним разговаривались. Он рассказал, что буквально через полгода, после того, как была завершена процедура банкротства, он оформил кредит в Тинькове на 50 тысяч рублей, взял ноутбук в рассрочку. И счастливый сообщил об этом, что он может теперь брать кредиты. Не надо так. Итог. Ограничений во взятие кредитов после банкротства нет. Пятый положительный момент. Для многих очень важный. Это выезд за границу. После завершения процедуры банкротства, вам разрешено будет выезжать за границу без каких-либо ограничений. На самом деле, и во время процедуры банкротства, многие граждане, многие и мои клиенты в том числе, выезжали за границу. Конечно, сейчас с этим могут возникнуть сложности на сегодняшний день. Но тем не менее, многим должникам, у которых проблемы с выплатой долгов, есть жуткое желание выезжать за границу без каких-либо ограничений. Так вот, закон разрешает после банкротства выезжать за пределы Российской Федерации без каких-либо ограничений. Далее я расскажу про минусы и сложности, что может происходить после банкротства. Но прежде хочу вам сказать, чем я могу быть для вас полезна, чем я могу вам помочь. Во-первых, я провожу со своей командой под ключ и до результата защитой от коллекторов и при необходимости сохранения имущества, если это возможно, процедуры по всей России. И если вам нужна помощь в проведении процедуры в отношении вас и в списании с вас долгов, пожалуйста, обращайтесь. Контакты вы сейчас увидите на экране, а также они будут в описании под этим видео. Хочу заметить, что консультация бесплатная. Бесплатная она для тех граждан, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. Во-вторых, если вы являетесь юристом и хотите стать экспертом в банкротстве физических лиц и зарабатывать достойные деньги, помогая людям списать все долги, я обучаю юристов всем нюансам процедуры банкротства граждан. Опять же, подробности будут в описании под этим видео. Следующий момент. Если кто-то хочет соприкоснуться с банкротством, разобраться и не платить деньги юристам, для вас у меня доступны лекции по самостоятельному банкротству с образцами всех необходимых документов, плюс я там разбираю, как найти арбитражного управляющего. И для юристов лекции банкротства от А до Я. Опять же, приобрести лекции можно по ссылке в описании под этим видео. Стоимость одной лекции 990 рублей. Теперь, какие могут быть сложности на практике после завершения процедуры банкротства? Первая часто встречающаяся сложность это то, что кредиторы после завершения процедуры банкротства пытаются взыскать долг со своего должника. Все мы понимаем, что после завершения процедуры нет на то законных оснований. Однако, к примеру, на практике такое бывает, когда кредитор подает заявление о вынесении судебного приказа и хочет взыскать причитающийся ему долг. Что мы делаем в этом случае? Во-первых, всех своих клиентов мы предупреждаем о подобных нюансах. Исходя из общего числа клиентов, это происходит редко, но одна из частых сложностей. Поэтому, если такая ситуация возникает, клиент обращается к нам, мы подготавливаем заявление об отмене этого судебного приказа, и суд отменяет взыскание долга с нашего клиента. Но будьте бдительны. Если вдруг ваш кредитор пытается взыскать долг после вашего банкротства, не нужно бояться и истерить, что долг с вас не списан. Нет, у вас есть определение арбитражного суда о завершении процедуры банкротства и о поосвобождении вас от долгов. И как только вы представите суду определение о том, что в отношении вас завершена процедура банкротства, речь идет про тот суд, куда подал документы ваш кредитор после банкротства. Этот суд прекратит производство по делу. Никаких взысканий не будет, так как долг списан. И это подтверждается определением арбитражного суда. Гениально! Вторая частая сложность, которая возникает и имеет место быть, когда коллекторы или коммунальщики отказывают в списании долга. Они по-прежнему пишут письма или присылают квитанции, как, к примеру, это делают коммунальщики, с требованием вернуть долг. Однако, опять же, это незаконно. Если завершена процедура банкротства и вы освобождены от долгов, то и кредиторы ваши незаконно требуют возврата долга. Что нужно делать в этом случае, если такое происходит? У меня в практике было несколько раз, когда коммунальщики отказывали клиенту в списании долга и присылали квитанцию о том, что, мол, вы уважаемый должник, верните нам за коммунальные услуги такую-то сумму. Мои юристы направляли требования коммунальщикам, те отказывались списать долг, после чего юристы писали заявление в прокуратуру и буквально в ближайшее время коммунальщики обнуляли задолженность, по которой гражданин освободился через банкротство. Что бы мне хотелось сказать по итогу этой темы? Я хочу, чтобы вы знали, что банкротство – это единственный способ обнулиться и начать жизнь с чистого листа. Проснуться в одно прекрасное утро и больше не быть никому должным. Да, скажу честно, во время процедуры могут быть сложности. Суд может быть более требовательным, кредиторы более активны, процедура может затягиваться, что-то может пойти не по плану. Однако, итог для добросовестного гражданина один. Завершается процедура, и вы больше ничего никому не должны. И все деньги, зарплату, пенсию или иные доходы вы тратите на себя. Вам не нужно платить по вашим долгам. С вас не будет никаких удержаний. Вы можете выезжать за границу. Вы можете копить себе на имущество и покупать это имущество. Даже можете заниматься предпринимательской деятельностью. Вы можете иметь белые доходы и не бояться, что ваши кредиторы будут претендовать на 50% от вашего дохода. И не слушайте диванных критиков и умников, которые транслируют то или иное про банкротство. Слушайте практиков. У меня очень много завершенных дел с освобождением от долгов. И люди благодарны, они счастливы, они, пройдя этот путь, наконец-то могут вздохнуть полной грудью. А также смотрите статистику. Она в открытом доступе. За 2020 год 120 тысяч граждан объявили себя банкротами. Давайте договоримся. Если вам моя информация полезна, подпишитесь на мой канал. Я каждую неделю провожу прямой эфир и отвечаю на вопросы подписчиков. Также поставьте колокольчик, чтобы не пропустить прямой эфир эфир и выпуске новых, самых актуальных и полезных видео.